Как должны выглядеть современные наушники? Я не знаю, мне кажется, это задача маркетологов. Но вот как должны выглядеть современные наушники от компании Града, я знаю. Вот так вот. Всем привет! Вы на канале SoundProLab и с вами я, Александр. Субтитры делал DimaTorzok в Нью-Йорке, в районе Бруклин. На протяжении трех поколений компания придерживалась традициям ставить звук на первое место. То есть они не гонятся за количеством, они гонятся за качеством. И я считаю, что это главное. И сегодня у нас на обзоре наушники Града GS1000E. Та-дам! Не так давно на нашем канале вышла распаковка с данными наушниками. Ссылка будет в описании. Переходите, смотрите. Ну а мы переходим к наушникам. Наушники Града GS1000E это открытые наушники. Если вам видно в камеру, здесь есть просвет. То есть если смотрите отсюда, то здесь просвет. При прослушивании в этих наушниках окружающие, находясь рядом с вами, они слышат всю ту музыку, которую слушаете вы. Ну и, соответственно, вы слышите прекрасно окружающих. Вот. Поэтому эти наушники подходят для комфортного прослушивания в помещении, в тихом помещении, либо в студии, где нет посторонних шумов. Итак, друзья, внешний вид. Давайте будем честными. Эти наушники выглядят своеобразно. Я, когда их тестировал на улице, я был во внимании всех окружающих, которые проходили меня. Вылежу я в них, как чебурашка. Да? Вот. Но что хочу сказать, что в этих наушниках главное не внешний вид. Да, наверное, во всех наушниках не главное внешний вид. А главное качество звучания. Так вот, наушники Grada 1000 именно звучанием превосходят многих своих конкурентов. Это настоящий high-end среди наушников. А как мы знаем, high-end может выглядеть действительно своеобразно. Как выглядят эти наушники? Итак, ребят, как я говорил ранее, данные наушники собираются вручную в Бруклине. Чашки наушников сделаны из дерева. Ну, не из простого дерева, а из красного дерева. Амбишуры здесь поролоновые и большие. Они большие и удобные. Полностью закрывают ухо, что создает дополнительный внутренний объем, ну и в то же время пространство. В них комфортно и удобно находиться долгое время при прослушивании музыки. А оголовье здесь сделано из высокого качества кожи. Ну, это понятно, да? Странно было бы, если бы здесь было сделано из эко-кожи или еще есть что-нибудь. Так как наушники относятся к high-end категории. Вот. И сами чашки на оголовье регулируются вот на таких антенках. Ну, мне нравится. Хотя это действительно, такого нигде не встретишь. Так по мне, мне вот эта регулировка нравится. Вот. И еще один немаловажный факт. Они весят 315 грамм. Что для наушников такой категории очень неплохо. Итак, внешний вид я вам рассказал. Что у нас по внутренностям. В GS1000 используется 50-мм динамический драйвер. И новую конструкцию 12-жильного кабеля. Сочетание все это дает слушателю широкую сцену, сбалансированный бас и высокую детальность. Rock, Jazz, Vocal, Classic все идеально отыграют эти наушники. По характеристикам сопротивление у наушников 32 Ома, частотный диапазон от 8 до 35 тысяч Герц и чувствительность 99,8 дБ. Друзья, скажу честно, это не совсем мой звук, но когда я их слушал дома, я был впечатлен. Они прекрасно выстраивают сцену. Они отлично отыграют верха. Четко пририсованные середина. Я не могу вам через камеру это все передать. Хочу лишь порекомендовать убедиться в этом лично. Послушайте эти наушники. Они того стоят. И лично я убежден, что в категории high-end эти наушники одни из самых лучших. Ну а на этом у меня все. Как и обещал в начале видео, условия конкурса. Условия конкурса очень простые. Нужно быть подписан на наш канал, написать комментарий к этому видео, где будет участвовать тег «Хочу Града» и поставить лайк. А я с вами прощаюсь. Впереди много интересного. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...